Всем здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим платье прямого силуэта. В этом платье у нас есть кокетка, оно отрезное и отрезное только на полочке. По спиночке у нас цельнокроеная деталь. Сейчас рассмотрим его более детально. Вырез горловины можно сделать просто скругленным, V-образным, квадратным. То есть это уже зависит от вашего желания. Мы сделали вот такой фигурный и он очень нравится. Далее у нас пошла кокетка. В этой кокетке у нас расположилась выточка нагрудная. И кокетка идет с одной стороны. Здесь у нас прямая линия, спрямленная и под наклоном уходит в боковую линию. Далее платье отрезное. Отрезное может быть как по линии талии, выше линии талии, ниже линии талии. Это каждый как захочет. Мы немножечко приспустили ниже линии талии, сделали прямую линию. И расположился здесь очень удачно и хорошо карманчик с отрезным бочком. Юбочку сделали на застежке. Ну здесь у нас имитация застежки. Пуговицы не открываются. Они просто пришиты насквозь. А спиночка абсолютно, абсолютно вот такая вот простая. У спиночки есть шов, выточки и все. То есть больше здесь ничего нет. Вот такая вот простая спинка и очень интересная полочка. Кто моделирует вместе с нами, тот уже я думаю научился и может представить это платье совершенно в другом варианте. То есть если мы возьмем с вами вот эти все линии, дальше юбку мы можем сделать вообще какой-то расклешенной, трапециевидной. И получим совершенно другой силуэт платья. То есть мы меняем силуэт, получаем немножечко другую форму. Ну пуговицы мы здесь обтянули у нас. Вот может кого-то привлекает внимание, что же тут болтается. Это у нас запасная пуговица болтается. Работаем мы со льном. Это у нас лен и он из интернет-магазина Атлас. Ссылочку оставим в описании. Он шикарный, он прекрасный этот лен. Во-первых джинсовый оттенок. Всегда смотрится красиво, дорого и интересно. Мелкие-мелкие цветочки. Они здесь идут как накатка. Вот можно сказать. Давайте мы посмотрим с изнаночной стороны. Это краска, которая сверху ткани расположена. Очень нежно, красиво все сочетается. Сам лен немножко-немножко имеет стретч. Совсем немножечко. Но этот стретч есть, что позволит нам чувствовать себя в нем очень идеально. Скажем, да? Удобно и хорошо. Сейчас, конечно же, платье я продемонстрирую на себе. Платье, которое на мне, оно из штапеля. Тоже ткань у нас из интернет-магазина Атлас. Ссылочку на это платье оставим вам в описании. Рассмотрите, платье на мне. Очень удачное, хорошее. Кстати, я в этом платье думала делать изначально карманы накладные. Но это бы, наверное, упростило платье. Поэтому выполнились именно с отрезным бочком карманчики. И я рада, что такое решение было принято. Так оно смотрится более лучше. Еще в этом платье можно добавить люверсы и шнурочек. Но это уже будет по желанию заказчика. Сейчас мы уточняем. И будет принято решение, делать или не делать. Тогда можно дополнять, либо не дополнять этой деталью. Сейчас я начинаю моделировать. И смотрите, не вырезайте пока выкройку. Что я имею в виду? Ну, можно было ее, конечно, вырезать. Сейчас я внесу все изменения и потом вырежу. Но вы не вырезайте выкройку по самому краю середины полочки. Потому что мы будем работать с ней. И давайте мы сейчас на полочке внесем то, что нам нужно. И потом можно будет полностью выкройку вырезать. Силуэт платья у меня остается неизменным. Я единственное могу по боковому срезу вот так вот сантиметр где-то расширить. Выточку по талии я не делаю. По талии я не делаю именно на полочке. На спинке у меня выточка остается и она будет полноценной. На спинке можно сделать шов. Можно сделать сгиб. Ну, то есть это по желанию. Ну, давайте мы уже разберемся здесь. Итак, смотрите, у меня будет немножко заниженная линия талии. Линия талии, когда у нас выточка построена, она, простите, линия талии обозначена, идет сначала прямая линия, а потом мы делаем понижение линии талии, если платье отрезное. У меня платье будет отрезное, но оно будет немножко ниже линии талии. Поэтому я опущусь ниже линии талии сантиметра на 3-4. Вот смотрите, если взять прямая линия, а вот у меня понижение. То есть от понижения я опускаюсь ниже на 3-4 сантиметра и провожу просто прямую линию. А здесь вот у нас за счет того, что у нас есть линия бедра, то мы можем ориентироваться и прокладывать параллельную линию именно линии бедра. Вот так. То есть здесь у меня будет отрезная деталь. На полочке в верхней части будет сгиб. А на юбке сразу мы с вами делаем припуски на застежки. Итак, смотрите, я сюда добавляю 1,5-2 сантиметра. Ну, давайте сделаем 2, пускай здесь будет больше заход 2 сантиметра. И еще 3,5-4. Ну, давайте еще 4. Вот так вот. И теперь провожу линия. 2 сантиметра – это у нас линия полузаноса. И затем 4 сантиметра. Значит, вот у нас середина. Это у нас сгиб. Это край. Удлиняем платье на нужную величину. Да? При раскрою у меня здесь я буду добавлять по линии низа еще плюс 35 сантиметров. Поэтому, смотрите, юбка. Вот я ее уже могу срезать. Здесь же сразу мы можем с вами выполнить построение кармана. То есть мы можем его прорисовать. Он у нас будет с отрезным бочком. Я сначала хотела сделать накладной карман, но накладной будет немножко так упрощать платье. Поэтому я решила сделать именно с отрезным бочком. Я по линии, вот, да, там, где мы линию талии спускали, ну, где-то на 5 сантиметров отступаю от бокового среза и промеряю, сколько же сантиметров у меня будет. Ну, вот так вот мне нужно для входа сантиметров там 14-15, да? Ну, вот так вот. То есть я промеряю, сколько мне необходимо. Это у меня будет вход в карман. И здесь сам карманчик, ну, вот так вот я его сделаю. Он мне не нужен и сильно глубокий, чтобы он был чуть-чуть глубже. Сделаю. Всегда прикладывайте руку, чтобы понимать, в какой глубины будет карман. Вот мы с вами прорисовали. Здесь будет деталь отрезная, потом мы ее при раскрое, переснимаем и работаем. Теперь я вырезаю основную выкройку. Ну, потом я вырежу, наверное, ее полностью. С рукавами я ничего не делаю. Абсолютно. То есть какой рукав есть, такой он и есть. Ничего я не расширяю, ничего я не углубляю, я имею в виду по линии проймы. Поэтому линию проймы я могу вырезать такая, как она есть. С линией горловины и выточкой на грудной мы будем работать. То есть пока все вырезаю. Так, вот у меня спинка. На спиночке я сейчас поработаю с линией горловины. И сразу могу взять, прикладывать горловину полочки. Выполняю расширение. На выточку, не обращая внимания, я ее не буду делать. Я ее сниму по плечевому срезу. Расширяю линию горловины на 4-5 сантиметров. Вот у меня это точка. И дальше по спиночке. Ну, при желании можно, естественно, углубить. Здесь углубляю сантиметра на 3-4. Углубляю. После чего расширяю еще сантиметра на 2,5. И углубляю, смотрите, от этой точечки вниз на 15 сантиметров. От самой верхней. И провожу линию. Ну, при желании мы можем выполнять эту галочку. Можем не выполнять. Можем сделать вот здесь люверсы. Поэтому я вот так вот вырезаю. Вот здесь. А вот эту галочку я не трогаю. Я ее не буду вырезать при раскрое. Я ее вырежу потом в процессе пошива. Вырезаю на спинке горловинку. Кто хочет, добавляет по спиночке кокетку. И теперь раствор выточки. А у меня здесь 2 сантиметра, 2 миллиметра. Я вот так вот, ну, визуально, да, вот смотрю. Я эту выточку снимаю. При этом мы с вами не трогаем ширину спинки. Выточку срезала. И теперь проверяю плечевой срез. Он должен быть одинаковый. Когда вы работаете маркером, может быть, у нас с вами расхождение, может быть, погрешность. Ну, вот так вот я соединяю вместе. как бы выточку. Закрываю нагрудную, проверяю, все хорошо, все отлично. Спинку откладываю в сторону, она полностью готова к раскрою. На полочке я хочу сделать кокетку, которая будет проходить через нагрудную выточку. И таким образом мы нагрудную выточку перенесем в линии кокетки. У кого какая высота груди, да, вот у нас центр груди, поэтому мы будем работать через эту точечку. Я к этой точке могу делать по прямой, могу сделать ну, чуть-чуть вот в наклон, да, чтобы пошел как угодно. Ну, я давайте сейчас сделаю таким образом, чтобы у меня, вот у меня, если я возьму, вот так вот проведу линию, я сейчас тоже буду смотреть, понравится мне или не понравится. Смотрите, вот у нас эта точка центр груди, да, вот провожу прямую линию. И хочу здесь приподняться, ну, например, где-то на сантиметр, допустим. Здесь у меня обязательно должна быть прямая линия сантиметра 4-5. Мы делаем прямую линию. А потом уже можем выполнять через выточку на грудную, дальше вести линию, так, чтобы она была красивая, вот так. Допустим, я сделаю вот так. И вот этот плавненький переход у меня получается. Теперь я разрезаю. Смотрите, сейчас вот, когда я вырежу, у меня здесь получится красивая такая линия. Вот она, да, середина. и вот здесь у меня красивая линия. А когда я здесь закрываю, у кого большая выточка на грудной, у нас здесь получается уголочек. Вот, видите, он такой уголок получился. Этот уголок, я от него, естественно, должна буду сейчас уйти. Он мне не нужен. Поэтому я фиксирую и делаю более плавный переход. То есть, сам уголок я срезаю. Беру вот так вот лекало и смотрите, вот здесь я должна, ну, я не должна срезать вот так много, да, мы срезаем там буквально до сантиметра. И я делаю такой плавный, плавный вот этот вот переход. Вот. Вот так. Когда я вам сказала до сантиметра, сейчас я вам измерю, я скажу, у меня здесь получилось до 5 миллиметров. То есть, срезаю вот эту вот часть и должен быть такой плавный, мягкий переход. Здесь тоже делаю скип. Естественно, при раскрое, смотрите, мы с вами можем теперь взять и раскладываем детали кроя, да, вот вот эта галочка, которую я прорисовала. Здесь тоже сгиб у нас и мы деталь первая, деталь вторая и вот у нас деталь третья. Все остается. Теперь нам только взять, раскроить. Рукав я абсолютно не меняю, еще раз повторюсь, я его использую таким, как он есть и поэтому делаю раскрой, не изменяя рукавчик. Продолжение следует... Продолжение следует...